Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Горнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Чиновники обещают людям тротуары, а сами не могут уследить за арматурой. Кировчане смогут найти в городе последнюю Кикимору, а за городом языческих идолов. А также в Никульчино-Богатыри, в Гагаринском парке танцы, а у железнодорожников армрестинг. Это субъективный взгляд на события этого дня, по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Итак, впервые за все время существования поселка Чистые Пруды чиновники пообещали там тротуар. Извилистый и опасный участок улицы Советской возле прудов всегда был полосой препятствий для пешеходов. Люди сначала ходили по обочине, а когда установили отбойники, то начали курсировать и по проезжей части. Наш корреспондент Надежда Алюшина разбиралась в проблеме и узнавала, какой же выход из ситуации предложили чиновники людям. Но если только на улице пройдет дождь или весной, или еще лучше зимой, когда очень много снега на обочинах лежит, тут ходить просто невозможно. Елене Филимоновой 32 года. Всю свою сознательную жизнь она живет в Чистых Прудах. Местные называют этот поселок районом Учхоза. Каждый день многодетная женщина вместе с тремя детьми с трудом выбирается из своего поселка. Если получается выехать в соседний микрорайон Чистые Пруды на машине, это удача. А если нет, приходится идти пешком. А тротуаров нет. Вечером абсолютно ничего не видно. Это ладно сухая погода, но если идет дождь, пешеходы просто, их можно заметить в последний, в крайний момент. То есть освещения вообще никакого. А после 25 июня этого года Елена и вовсе зареклась не ходить вдоль отбойника. В этот день водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку. Ребенок получил травмы. После этого инцидента жители поселка начали устраивать митинги во дворе. А вот сходите, вот сходите, вот не оставляйте нас без внимания, это невыносимо же просто. Прочувствуйте на себе, как мы мучаемся. На встречу жители поселка Чистые Пруды пригласили главу города Елену Ковалеву и предложили ей пройти по улице Советской и не попасть под машину. Чиновница от такого предложения отказалась. А вы там сами ходили вообще? Вы там проходили? А вы пройдитесь? Вот сейчас прям пройдитесь. Вот там стоит отбойник рядом с забором. За отбойником, вот на такую дорожку в 50 сантиметров, просто чтобы люди не по проезжей части ходили, можно заасфальтировать и провести прямо вдоль всего забора. В итоге на встречу чиновники заявили, что строительству тротуара мешает рыболовный клуб, который находится на повороте. Но жители уверяли, что места для тротуара хватит. В итоге 4 августа в администрации состоялось собрание. Представители клуба заявили, что могут отодвинуть забор на 4 метра и освободить территорию, а глава города предложила построить пешеходную дорожку в обход пруда. С этим не согласны ни сотрудники ГИБДД, ни местные жители. Здесь сказали, что нужен мост, но, как видим, он нужен небольшой. Также на заседании сказали, если мы будем здесь ставить, то нужно проектировать мост, что это опять затянется на несколько лет. В общем, как будто какие-то отговорки. Но я думаю, все-таки стоит делать по ГОСТу. В итоге решение многолетнего вопроса так и не было найдено. Жителям предложили организовать опрос, как они хотят провести тротуар. Но, судя по всему, ответ здесь очевиден. Если представители рыболовного клуба сдвинут за борт, то тротуар необходимо установить вдоль улицы Советской, как это требуют в ГИБДД. Надежда Алюшина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Арматурный вопрос. На улице Полевой местным жителям самостоятельно приходится спиливать железные прути на дороге и обматывать их сигнальными лентами. И все ради безопасности. Ведь уже несколько месяцев арматура угрожает и пешеходам, и автомобилям. Эта арматура срезается. Я не видела, кто это срезает. Я видела, что люди вешают сигнальные ленты. Возможно, кто-то сам выходит и срезает. В ночное время суток ехать здесь опасно и страшно. И в этой проблеме жители улицы Полевой не одинокие. От опасных штырей страдают жители улиц Лепсе, Московской и Слободы Зиновы. Везде за временной дорогой из плит никто не следит. Хотя, по словам активистов ОНФ, за эти аварийные участки отвечает городская администрация. Чиновники должны или все-таки срезать прутья, или менять плиты. Например, 6 лет назад в опаре на такое отношение едва не стоило жизни водителю классики. Длинная арматура пробила днище автомобиля и проткнула руку шофера. В Кирове активисты ОНФ обратились в прокуратуру. В прошлый раз за металлические штыри чиновники получили штраф в 100 тысяч рублей. Кировская область теперь официально сотрудничает с Ассоциацией индустрии детских товаров. Соответствующее соглашение подписал в Рио губернатор Александр Соколов. Вместе с президентом Ассоциации Антониной Цицулиной они посетили фабрику игрушек «Весна». Там, где производят детскую радость, работа идет полным ходом. Сотрудники за станками создают новую партию кукол, которая скоро появится в продаже. Александр Соколов и Антонина Цицулина посетили все залы производства. За огромными станками стоят мужчины. Они готовят основу кукол. За станками поменьше женщины. Они пришивают куклам волосы, делают красивые прически и макияж. Продукцию кировской фабрики можно узнать сразу. Она отличается качеством. Появляется такая радость, которую каждый день своими руками создаете для многих и многих деток. Игрушки просто изумительные. Честно скажу, у меня уже сколько года, два, наверное, как есть дома моего младшего продукция вашей фабрики. У него есть замечательный футболист в форме сборной России. Кто-то из вас, может быть, его и ел. Надеюсь, что многие-многие поколения российских детей будут радоваться вашему труду, результатам вашего труда. На фабрику Александр Соколов и Антонина Цицулина прибыли не просто так. Именно там они подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией индустрии детских товаров. Это возможность участвовать в федеральной программе развития промышленности детских товаров. И для нас было важно, чтобы старт именно региональной повестки начался отсюда, потому что фабрика «Игрушек весна» – это наше наследие. Мы очень гордимся. И мне показалось, это будет важно, но и губернатор поддержал. При посещении музея кукол Александр Соколов отметил, что с детства нужно прививать детям правильные примеры для подражания. Ребенок до 5 лет узнает в своей жизни больше, чем из-за всю оставшуюся жизнь. И от того, какие игрушки его сопровождают в детстве, по большому счету, зависит формирование его личности. Фабрика «Весна» в этом году отметила свой 80-летний юбилей. Предприятие входит в топ-10 производителей детских товаров. Изготавливают там не только кукол, но и детскую косметику, одежду, обувь. Подписанное соглашение поможет фабрике выйти на новый уровень. В Кирове наконец-то установлены все кикиморы. Седьмая фигурка под названием «Богатство» на днях появилась у кукольного театра. Кикимора смотрит в зеркало, которое держит маленький лягушонок. Она находится в районе кукольного театра, где я сейчас и нахожусь. Посмотрите, какая она красивая в паре с лягушонком. По легенде, к этой статуэтке нужно приходить с монеткой, положить ее перед кикиморой и попросить богатства. Далее нужно погладить фигурку, а монетку положить в карман. Также стало известно, что статуэтку «Искренность» на Розы Люксембург восстановили. По данным полиции, 29-летнего пьяного вандала, который 16 июля сломал кикимору, наказали, и он возместил ущерб. Сейчас организаторы планируют запустить мобильное приложение, которое соединит все эти фигурки кикимор в один квест. Идолы в лесу в районе Талицы. Под Талицей грибники случайно наткнулись на капище. Языческий храм представлял собой несколько идолов. По словам грибников, они даже стали очевидцами, как язычники поклонялись своим деревянным богам. Известно, что в Кирове несколько лет назад существовала старейшая община язычников Каледа-Вятичей. Но после смерти их вдохновителя Велимира, община якобы перестала функционировать. Но, видимо, еще остались те, кто в Тихомолку, изредка в районе Талицы, молится деревянным богам. В Никульчино же отметят День Землевятской. На берегу реки Вятки участники исторического клуба устроят театрализованную реконструкцию событий 12 века. Как 6 августа русские богатыри Борис и Глеб пришли на берег Вятки с иконой и основали городище Никульчино. Именно с этого момента и зародился праздник День Земли Вятской. По данным Вятской епархии, 6 августа в 9 утра состоится божественная литургия и крестный ход. В 15 часов начнется концертная программа. Вход на мероприятие бесплатный. Армрестлинг, караоке, выставка ретроавтомобили и салют. 7 августа, таким образом, железнодорожники отметят профессиональный праздник. Праздничные мероприятия начнутся с 15.00 у ДК железнодорожников. Работники померяются силой, испоют в караоке песню попутчика, посетят выставку ретро-машин и музей мороженого. Развлекать именинников будут ансамбль русской песни и местная кавер-группа. Финалом праздника станет дискотека и праздничный салют. Салют прогремит в 22.00 на стадионе «Локомотив». Разрешите пригласить! Под таким названием стартовали танцевальные вечера в Гагаринском парке. Организаторы поставили колонку, включили музыку и первыми на площадку вышли самые опытные танцоры. Дискотека в парке будет каждый четверг с 6.00 вечера. И по словам наблюдателей, в начале танцевального вечера вместе с организаторами все желающие могут разучить популярные дискотечные движения. И на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев и я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город, и новости будут во. Пока-пока.